МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Законодатели. Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня подводим итоги уходящего года. На 2020-м будем говорить с председателем Государственного совета Чувашии Альбиной Егоровой. Альбина Егоровна, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте поговорим об уходящем 2020-м годе. Скажите, каким он был для депутатов парламента Чувашской Республики? 2020-й год для всех для нас был непростым. Из-за введения ограничения по распространению коронавирусной инфекции многие мероприятия нам пришлось перевести в режим виде конференц-связи. Но, тем не менее, год для парламентариев прошел плодотворно. Наша законотворческая работа была направлена прежде всего на совершенствование законодательства в общественной жизни. В 2020-м году мы провели 12 заседаний парламента. Принято всего 114 законов Чувашской Республики. А всего с начала 6-го созыва Госсоветом Чувашской Республики принято 453 закона Чувашской Республики. Ну, хотела бы здесь, конечно, какие законы мы приняли в этом году. Самые важные, я считаю, для граждан, а для избирателей нашей Чувашской Республики. Некоторые хочу озвучить. Это, прежде всего, закон о детях войны. Кроме этого, основным законом Чувашской Республики, я считаю, это закон о стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года. Действительно, данный закон прорабатывался очень масштабно. Общественность его обсуждала совместно с представителями органов местного самоуправления. Обсуждалось и на площадках Государственного совета, с участием депутатов Государственного совета, экспертного сообщества. Общественность участие принимала. Ну и, конечно же, сегодня мы его приняли в виде закона. Основная задача перед депутатами Государственного совета в этом плане – это парламентский контроль за реализацией данной стратегии. Как достигаются показатели, задачи, цели поставленной стратегии. И, конечно же, не только контроль, и мы непосредственно должны принимать участие в реализации всех мероприятий на своих избирательных участках. Прежде всего, стратегия и реализация стратегии ждут наши граждане, наши избиратели. За этот год Государственный совет принял ряд кадровых решений, имеющих очень важные значения для всей республики. В частности, парламентом согласовано представление генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Чувашской Республики Андрея Валерьевича Фомина. Госсовет назначил уполномоченного по правам ребенка Алевтину Николаевну Федорову. А также недавно на прошедшей сессии Государственного совета Чувашской Республики был назначен уполномоченный по правам человека Сергея Валерьевича Романова. Альбина Егоровна, ну и еще один, наверное, немаловажный закон, который принял Госсовет, это бюджет на 2021, 2022, 2023 годы. Как депутаты участвовали в формировании главного финансового документа? Сразу скажу, что документ, он очень большой. Самый главный финансовый документ – это как будет развиваться и как будет жить дальше в следующем году и на плановый период наша Чувашская Республика. При этом нужно заметить, впервые за все последние годы мы начали обсуждение бюджета с участием главы Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева. Действительно, при обсуждении данного бюджета на первой встрече участвовали все руководители депутатских фракций и руководители комитетов. И, конечно же, участвовал первый заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр финансов Михаил Геннадьевич Назряков. На этой встрече могли все наши депутатские фракции задать все вопросы, которые их волновало и которые им задавали наши избиратели и получить достойные ответы. С учетом этого уже в последующем легче было ориентироваться на каких вопросах можно было ставить задачи перед нашими органами исполнительной власти Чувашской Республики. О том, с какими предложениями депутаты обращались к министрам, у нас есть репортаж. Финансирование образования – один из важнейших разделов бюджета. Зампредседателя Комитета по социальной политике и руководитель депутатской фракции «Единая Россия» Николай Николаев обратился к правительству с просьбой учесть некоторые моменты. Вице-премьеры правительства Чувашии, министр финансов Михаил Назряков и министр образования и молодежной политики Алла Салаева во время рабочей встречи выслушали мнение парламентария. Питание льготной категории школьников волнует многих родителей. Муниципалитеты сами определяют категории и суммы выделяемых средств на горячее питание, исходя из возможностей местных бюджетов. Это приводит к различиям стоимости питания. Участники встречи обсудили возможность создания единого подхода и софинансирования этих расходов из региональной казны. Идет некое относительное ущемление прав этих категорий детей. То есть где-то это больше суммы выделяется, где-то меньше. И действительно, наверное, нужно здесь идти к единому подходу. Поэтому, опять же, договорились, что мы с министерством образования соберем всю эту информацию, кто сегодня, каким категориям, в каких суммах выделяет. И будем, наверное, предлагать, может быть, возможно, вот прозвучало предложение, совместную рабочую группу с госсоветом создать, для того, чтобы более глубоко этот вопрос изучить. Николай Николаев предложил продумать механизм финансирования социального проекта «Школьная медицина», разработать схему индексирования расходов на учебную литературу и начать работу над новым учебником по чувашскому языку. Парламентарии предлагают отразить в бюджете проведение интернета учебное заведение. Еще один вопрос, который заботят парламентариев, ремонт школ и детских садов. Есть разница между техническим состоянием учебных заведений. Министерство образования и местные администрации проанализировали каждый садик и каждую школу. В бюджете предусмотрены средства на модернизацию благоустройства территорий, совершенствование системы дополнительного образования. Мы видим большую разницу между теми школами и детскими садами, которые строятся, и теми школами и детскими садами, которые имеют узнос более 50%. Все дети должны иметь равные условия. Обе стороны отметили, что такой формат обсуждения бюджета конструктивен и позволяет точечно решить многие проблемные вопросы. Альбина Егоровна, доходы бюджета на будущий год 61 миллиард рублей, расходы 64 миллиарда. И в эти суммы, конечно, заложены очень большие мероприятия. Давайте немножко поговорим о параметрах бюджета на будущие годы. Если брать параметры бюджета следующего года, действительно, вы правильно сказали, по доходам и по расходам. Самое главное, это расходные части бюджета, это социальная политика. На социально-культурные направления сегодня заложено на 2021 год более 70%. А только социальная политика занимает 30%. Ну и, конечно же, сегодня, когда мы обсуждали бюджет Чувашской республики, ясно, понятно, что все обязательства перед гражданами Чувашской республики наше правительство будет выполнять. Все те социальные гарантии, вся социальная поддержка и семей, и детей, и ветеранов, оно получили в бюджете Чувашской республики. Парламент республики в этом году рассматривал вопросы самого широкого круга, от бюджета республики, стратегии развития Чуваши, до вопросов строительства. А вот что вызывало тревогу депутатов в этом направлении? Деятельность Государственного совета, действительно, она очень масштабна, и проведение мероприятий тоже разного уровня. Мы часто проводим, ежемесячно почти проводим правительственные часы, по часу приглашением министров, профильных министров, по тем или иным направлениям реализации на территории Чувашской республики программ, принятых программ. Конечно же, сегодня мы ставим вопросы и для обсуждения на круглых столах это проблемные участки, это, в принципе, можно привести последний пример, когда Комитет по бюджету финансовым и налогам проводил круглый стол по качеству разработки проектно-сметных документаций при строительстве тех или иных объектов социальной сферы. Здесь очень много было вопросов в ходе строительства и проведения аукционов. Сегодня, нужно сказать, мы пошли вперед, и по инициативе главы Чувашской республики уже сегодня в рамках реализации этих актуальных вопросов в строительстве создана дирекция единого заказчика, который, я думаю, будет уже регулировать и процессы закупок, и процессы разработки проектно-сметных документаций для того, чтобы было эффективное расходование бюджетных средств, которые будут выделены за счет бюджета не только с республиканского, но и федерального уровня. Здесь, конечно, сегодня при круглом столе были обозначены проблемы. Это отсутствие специалистов, проектантов именно в сфере разработки и проектно-сметных документов, от чего зависит сегодня и качество, и, конечно же, сроки строительства, сроки ввода и эксплуатации этих объектов, и, в конце концов, в целом и реализация национальных проектов по строительству социальных объектов. Поэтому рекомендации тоже выработаны были в адрес правительства Чувашской республики, и Государственный совет в лице депутатов сегодня готовы рассматривать и внести изменения в законодательство для того, чтобы улучшить в этой сфере ситуацию. Альбина Егоровна, 2020 год действительно непростой, как вы сказали, и очень много было мер поддержки анонсировано и президентом Российской Федерации, и главой Чувашской республики. Какую лепту внесли депутаты в этом направлении? – Сразу скажу, да, действительно, в этом году мы считаем первым успехом, может быть, в том плане, что мы все-таки смогли принять закон, закон Чувашской республики о детях войны, который все-таки определяет статус этой категории людей и, конечно же, определяет меры социальной поддержки. Да, на первом этапе мы приняли нематериальные меры поддержки, но сегодня мы неоднозначно обозначивали вопросы именно по выделению финансовой меры поддержки. И в этом направлении сегодня правительство Чувашской республики работает. Я думаю, при уточнении бюджета уже в следующем году мы все-таки какую-то энную меру поддержки именно в финансовом плане, я думаю, увидим. Но следующий момент, конечно же, в начале года тоже, когда уточняли бюджет, мы рассматривали уже внесенные главой Чувашской республики увеличение республиканского материнского капитала со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Тоже это для семей очень полезно и в плане поддержки. И, конечно же, наши семьи с учетом этого могут уже улучшить свои материальные блага. Кроме этого, с учетом предложений тоже главы Чувашской республики, Олег Алексеевич и депутаты поддержали законодательно. Для многодетных семей, у которых в семье 5 и более детей до 18 лет, получили сегодня освобождение от транспортного налога. Мы все понимаем, что очень многие в этом году пострадали из-за введенных ограничений в условиях пандемии, распространения коронавирусной инфекции. Пострадали не только граждане, но и наши средние, малые бизнесы, наши юридические предприятия, организации нашей Чувашской республики. И с учетом того, чтобы как-то отрегулировать и меры поддержки, внести предложения, обсудить совместно с кабинетом министров Чувашской республики, Госсоветом Чувашской республики была создана рабочая группа для того, чтобы полностью обсудить все эти меры поддержки. Благодаря работе этой рабочей группы совместно с кабинетом министров все-таки нам удалось, и правительство Чувашской республики пошло навстречу, были введены некоторые меры поддержки и для субъектов малого-среднего предпринимательства, были снижены налоги по упрощенной системе налогообложения. Ну, конечно же, самое основное, мы считаем, все-таки очень долго спорили, доказывали, это по налоговой ставке налога на имущество от кадастровой стоимости. Нашли компромиссный вариант, сохранили на 2021 год 1% ставки налога на имущество от кадастровой стоимости. В последующем этот процент увеличивается ненамного. Альбина Егоровна, 2020 год, конечно, запомнится не только вот этой сложной эпидемиологической ситуацией, и были достаточно важные события в Российской Федерации, в том числе и в Чувашской республике, и одно из них – это принятие поправок в Конституцию. Расскажите, как шла работа над этим? Да, действительно, в 1 июля этого года состоялось масштабное мероприятие голосования по новым поправкам Конституции Российской Федерации, и наши граждане, наши избиратели тоже активно участвовали в этом мероприятии. Действительно, новые поправки Конституции, прежде всего, направлены на ассоциальные гарантии наших граждан, на ограничения высших должностных лиц, ну и, конечно же, внесли коррективы в парламентскую деятельность. Ну и, конечно, сегодня на уровне Чувашской республики Государственный совет тоже работает над тем, чтобы в рамках новых положений Конституции Российской Федерации внести свои законодательные акты новых положений Конституции Российской Федерации. Сегодня у нас в Государственном совете создана рабочая группа, сегодня анализируются, обобщаются все предложения, которые поступают от членов рабочей группы, от экспертного сообщества, от политических партий. Сегодня вот эти представленные предложения будут, они обобщены, уже будут вынесены на обсуждение на фракциях Государственного совета и, конечно же, на рабочей группе. И я надеюсь, что уже в начале следующего года мы будем уже конкретно работать над поправками наше законодательство Чувашской республики. Альбина Егоровна, ну и 2020 год не только для России, но и для Чуваши был достаточно знаменательным. 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, 100-летие образования Чувашской автономии и 20-летие принятия Конституции Чувашской республики. И, конечно же, парламент не остался в стороне от этих событий. Безусловно, для нас все эти праздничные, юбилейные даты, они очень значимы. Особенно это 75-летие победы в Великой Отечественной войне. И приуроченной к этой дате у нас в госсовете, в стенах госсовета, была организована большая выставка. Прежде всего, представлены архивные документы из семейных архивов нашими депутатами Государственного совета, работниками аппарата Государственного совета. Ну и, конечно же, мы работали с государственным историческим архивом нашей Чувашской республики, государственным архивом современной истории Чувашской республики. И, конечно же, было приставлено на широкое обозрение, это как у нас в годы Великой Отечественной войны работал Верховный совет Чувашской АССР. Кстати, скажу, что именно в эти годы в Верховном совете руководила женщина. Конечно, 100-летие Чувашской автономии должно было праздноваться достаточно масштабно, более масштабно, чем, наверное, позволило время. Как Госсовет готовился к этой дате? Госсовет, конечно же, готовился. И в рамках проведения столетия образования Чувашской автономной области мы готовили научно-практическую конференцию, приуроченную к 20-летию принятия Конституции Чувашской республики. В принципе, 30 ноября 2000 года была принята Конституция Чувашской республики. Шла целых 6 лет, шла очень упорная, трудоемкая работа над Конституцией Чувашской республики. И скажу, что на научно-практической конференции все-таки выступили очень значимые люди, и значимые люди для Чувашской республики, эксперты прежде всего. Ну и, конечно же, не могу не сказать оценку председателя Государственного совета Республики Крым, который на базе нашей Конституции тоже приняли свою Конституцию. И он оценку дал, что все-таки из всех Конституций, которые они изучали, а все-таки наша Конституция, самая приемлемая для их Республики была. И поэтому здесь нужно сказать, что работа депутатов первого, второго созыва, депутаты именно второго созыва приняли Конституцию Чувашской республики, это был очень ответственный момент. И, конечно же, очень такая вот работа, что можно только поклониться им, что они действительно сделали очень великую работу. Благодаря принятой нашей Конституции сегодня мы живем, развиваемся и принимаем, обновляем наше, то есть совершенствуем наше законодательство. Альбина Егоровна, и в завершение программы, прощаясь с 2020 годом, заканчивая этот год, что вы хотите пожелать жителям Чувашской республики? Ну, прежде всего, конечно же, я хочу от души поздравить всех с наступающими светлыми праздниками, с Новым годом и Рождеством. Конечно же, хочется, чтобы в Новом году было много, больше, больше радостных событий. Хочу, чтобы все желания, которые задумали наши жители, они по максимуму исполнялись. Конечно же, хочу пожелать мира, добра, а самое главное, всем нам здоровья, здоровья, здоровья всем. Спасибо большое, Альбина Егоровна. Сегодня итоги уходящего 2020 года мы подводили с председателем Государственного Совета Чувашской республики Альбиной Егоровой. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин